дорогие друзья здравствуйте сегодня у нас в работе volvo s60 будем чистить пакет радиаторов перечисткой будет производиться снятие радиатора системы охлаждения сейчас я в раздумьях не знаю как лучше сделать снимать бампер или не снимать в первую очередь я думаю что сниму радиатор охлаждения а там дальше видно будет если я смогу добраться до радиатора кондиционера и нормально промыть его изнутри значит разбирать дальше ничего не буду сегодня у нас параллельно с заменой радиатора будет замена полная антифриза с промывкой поэтому такое видео два в одном и так в первую очередь я сливаю антифриз радиатора к дальнему сливу я пока не лезу далее работы здесь сверху освобождаю от патрубка воздухозаборника снимаю патрубки системы охлаждения патрубки автоматической коробки передач раскручиваю сверху бутерброд также верхние крепежные винты и и винты которые держат этот пакет изнутри и потом уже лезу вниз снимаю пыльник пластиковый кожух защитный и дальше уже откручиваю снизу сливая антифриз через сливной клапан на радиаторе перед работой обязательно надо иметь в запасе фишки колечки так как будем снимать магистральные штуцера от коробки автоматической и вот какой у нас имеет вид антифриз то есть болотного такого цвета и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снял нижний шланг с магистрали от автоматической коробки передач И вытекло у меня где-то, ну грамм, наверное, 20-30 Плюхнуло немножко То есть из радиатора некоторое количество вытекло жидкости Итак, я открутил два верхних крепежа и два боковых Они здесь сразу видны под патрубком, сразу вот здесь крепеж И здесь буквально напротив патрубка АКПП второй крепеж Диатор Друзья, так как я один, то радиатор кондиционера мне пришлось вывешивать на стяжках. Вот одна, вот вторая. И теперь я буду пробовать опустить радиатор охлаждения вниз. И вот, дорогие друзья, что происходит с радиатором. Поэтому машинка и стала врубать вентилятор после того, как приезжаешь и ставишь ее в гараж. Раньше такого не было. Ну вот, соты забиты. Примерно половина радиатора, грубо говоря, не работает как надо. Отсюда перегрев, отсюда проблемы с коробкой, проблемы с мотором. Но этот мотор атмосферный, здесь немножечко полегче. А в турбовых моторах, вот когда вот такая собирается бяка между радиаторами, то мотор оказывается в жесточайших условиях. Теперь моем. Т Us. И. 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 Продолжение следует... Залил радиатор пеной, также залил радиатор кондиционера. Залил радиатор кондиционера. Залил радиатор кондиционера. Залил радиатор кондиционера. Это радует. Прежде чем я начну установку радиатора на место, солью антифриз. Сейчас подставлю емкость и вот здесь сзади сливной клапан, который сливает антифриз из блока. Камера мне сюда не подлезть, но тут найдете сразу, мимо него не промажете, он тот один единственный. На снятом радиаторе хочу показать вам точки крепления. Итак, сверху он крепится двумя. То есть бутерброд между собой сжимается двумя болтами и два болта снизу. Также верхние крепежи, которые вот отсюда с панели идут, вот они два крепежа. И снизу болты, которые закручиваются и держат всю эту конструкцию уже в сборе, то есть на саленблоках. Вот сверху, верхние, нижние и те, которые держат саленблоки. Устанавливаем радиатор на место. Сейчас я залезу вниз, закручу два болта, которые стягивают внизу радиаторы между собой. И поставлю два болта, которые идут в саленблоки. Болты, которые стягивают радиаторы, закручиваются с усилием 10 ньютонов. То есть очень-очень маленькое усилие, рвать не надо. Вот эти болты 25 ньютонов, которые уже через саленблок крепят радиаторы непосредственно к корпусу автомобиля. Снизу я все закрутил, скрепил радиаторы, поставил нижний патрубок, установил на место обратки системы охлаждения и нижний патрубок АКПП. Теперь мне осталось затянуть верхние болты, которые были у меня просто наживлены. Все это дело стянуть и поставить верхний шланг АКПП и верхний шланг системы охлаждения. Саленблок 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 на данном этапе я остановлюсь воздуховод и все это снизу защиту брызговик под радиаторы я поставлю уже после того как заменю антифриз чтобы мне здесь можно было видеть чтобы здесь все было открыто все можно было посмотреть по трубке вот эти системы охлаждения я затягиваю обычно раз вот рука усилия почувствовала я останавливаюсь потом когда будет мотор горячий когда шланг будет разгорячен я тогда подтягиваю чувствую некоторый упор и это уже будет стоять как надо закрываю сливной кран снизу сливной клапан у меня тоже уже закрыт хочу два слова про нижний клапан сказать про пластиковый он затягивается мне кажется правильнее сказать он вообще без усилия затягивается то есть ключиком кистью вот чувствуете чуть-чуть вот только чувствуете сопротивление он дал и все и останавливаетесь чуть посильнее переборщил и он сразу же может лопнуть придется покупать новый сейчас заливаю дистиллированную воду завожу машину довожу до рабочей температуры сливаю все заливаю снова дистиллированную воду завожу до рабочей температуры дальше развожу антифриз и заливаю уже после этого антифриз машина нагрелась до рабочей температуры сливаю воду емкость подставляю даю ей постоять минут 15 20 чтобы немножечко она остыла но вода не ледяная но все равно и после этого заливаю заново и продолжаю процедуру вот такого цвета у нас получилась водичка на выходе после первого раза цвет очень неприятный поэтому промывать систему буду до тех пор пока на выходе не получится чистая вода я закончил промывать систему охлаждения вот такой вот вода горячая банка потеет ну вот такой вот результат я получил после четвертого раза четыре раза мне пришлось прогонять систему то есть заливать дистиллированную воду полный бачок ждать пока откроется термостат глушить мотор сливать опять заливать ждать пока откроется термостат немножечко газовал промежутках чтобы помпа немножко погоняла за четыре раза я добился промывки системы сейчас разведем антифриз нас оригинал волевский 4 литровый который разводится 50 на 50 на канистрах есть меточки поэтому я налил на два деления и два деления добавил канистра у меня 5 литровая здесь остаток и я с нее еще немножечко доливал в бачок когда промывал систему сейчас я разбавил ровно 50 на 50 совпали метки значит все правильно все это хозяйство сколько влезет из него я залью в машину остатки остатки я вылью обратно в эту канистру и в ней уже будет разведенный антифриз готовый к употреблению на случай долива прошли очередные 20 минут дал я машинке постоять заливаю антифриз заливаю очень тонкой струйкой спешка здесь не нужно заправочные объемы атмосферного мотора 7 литров у турбового 8 и 8 десятых литра в машине с турбовым мотором я уже делал операцию по чистке радиаторов но там я снимал бампер разбирал очень много всего ссылочку я вам оставлю почитайте может будет полезно заливаю специально выше уровня после того как откроется термостат и жидкость начнет циркулировать по большому кругу уровень резко упадет обратите внимание антифриз начинает уходить открылся клапан термостат сейчас антифриз встанет на максимум после этого надо будет прокатиться дать ей немножечко жару и после этого проверить заново уровень патрубок горячий рука не держит термостат открылся жидкость пошла по большому кругу в общем то то чего я ждал произошло это на девятой минуте работы мотора сейчас я поставлю нижний брызговик я проверил уже там утечек нигде нету протечек все хорошо как в патрубках системы охлаждения так и в шлангах от автоматической коробки передач все сухо все нормально поставлю брызговик защиту снизу поставлю воздуховод поеду прокачусь буквально тут на пару-тройку километров дам ей хорошего газку чтобы любые остатки воздуха какие там есть пузырьки выгнала в бачок и приеду проверю уровень друзья на этом все мероприятия по профилактике прошли успешно работа выполнена в полном объеме спасибо что досмотрели это видео до конца легких легких вам ремонтов всего хорошего и до новых встреч у